Здравствуйте! Вы смотрите видеоновости газеты Nürnberg Zeitung. Сегодня мы начнем с новости неполитической, ожидаемой и в то же время неожиданной. Ожидаемой, так как уже предполагалось, что белая медведица Вера беременна. А неожиданная новость, потому что никто не думал, что пополнение у нее окажется так быстро. 27 ноября нюрнбергский зоопарк Тегатн сообщил о том, что уже в позапрошлую пятницу, а значит 21 ноября, Вера родила двух медвежат. Пол детенышей, которые не превышают в данный момент размеры морских свинок, определить пока невозможно, так как мама с детками покинет свою берлогу не раньше, чем через 3 или 4 месяца. Пока за событиями в берлоге можно наблюдать с помощью видеокамеры. Работники зоопарка очень довольны поведением 6-летней мамы Веры. Она отлично ухаживает за своими детенышками и кормит их регулярно. Специалисты надеются, что Вера в этот раз вырастет детей сама, и им не придется заниматься малышами, как в случае маленького медвежонка Флёке. Баварский министр здравоохранения Маркус Зёдор хочет запретить в Баварии клубы для курящих. Как вы знаете, с января этого года курение в ресторанах и кафе запрещается. Исключение составляют те заведения, которые задекларировались как клубы для курящих. Но Зёдор хочет избавиться и от этой лазейки. Хотя правительственная коалиция хочет ослабить закон и снова разрешить курение в ресторанах и пивных палатках, также и в дискотеках, имеющих отдельную для этого комнату. Баварский закон о запрете курения считается самым строгим в Германии. Некоторые владельцы ресторанов и кафе пытались обойти этот закон именно таким образом, открыв новый клуб для курящих. Таких клубов в Баварии насчитывается 800 штук. В Баварии с 25 ноября ввели и для телезрителей, смотрящих телевизор через простую антенну, цифровое телевидение. Теперь телезрителям, кроме домашней антенны или антенны на крыше, нужна дополнительная приставка, которую можно купить в любом спецмагазине. Переход на цифровое антенное телевидение был необходим, так как без обновления технического процесса антенное телевидение в скором будущем исчезло бы. В этом случае пользователям пришлось бы переходить на сателлитное или кабельное телевидение, что было бы еще дороже для них, чем приобретение приставки. Более подробную информацию об этом вы найдете в портале по адресу, который сейчас высветится у вас на экране, а именно www.überальфернзейн.де. В прошлую пятницу, 28 ноября, в Нюрнберге произошло то событие, которое с нетерпением ждали и большие, и маленькие. А именно под фанфары, орган и пение оркестра, нюрнбергский Кристкинд открыл рождественскую ярмарку, по-немецки Кристкиндлессмаркт. Ярмарка считается одной из старейших и красивейших Германии. Кто пропустил это событие в этом году, должен обязательно попасть на него в следующем. Оно проходит всегда в пятницу перед Первым Адвентом, а значит за четыре недели до католического и протестантского Рождества. До закрытия ярмарки 24 декабря ожидается примерно 2 миллиона посетителей. Ярмарка открыта среди недели с 9.30 до 20 часов, по пятницам и субботам до 22 часов и по воскресеньям с 10.30 до 20 часов. На сцене у церкви Фрауенкирхи пройдут до Рождества 70 концертов. Более подробную информацию о ярмарке вы найдете в портале по адресу www.kristkindlesmarkt.de Ну а раз я в последней новости остановилась на Рождественской ярмарке, то и мое предложение, как вам провести следующие выходные, будет связано именно с ярмаркой, а точнее сказать с ее историей. В церкви Фрауенкирхи, которая находится, можно сказать, в центре ярмарки, пройдет выставка. Выставка посвящена самой ярмарке и ее кресткинду. Она открыта с 13.00 до 17.00 часов среди недели и по субботам с 10.00 до 14.30. Вход стоит 3 евро, а каждая семья платит всего лишь 5 евро. Более подробную информацию о выставке вы найдете в портале по адресу www.fraunkirche-nürnberg.de Вот наши новости подошли и к концу. На сегодня я прощаюсь с вами. Более подробную информацию о Нюрнберге и регионе вы найдете, как всегда, в портале нашей газеты по адресу www.nz-online.de И будьте с нами в следующую среду, когда выйдет новый выпуск видео новостей. В нашем портале вы также найдете интервью, взятое у Полины Дашковой на прошлой неделе. Кто еще не посмотрел, предлагаю заглянуть. Всего вам хорошего, до следующей недели. Счастливо!